hello bug это будет наш тур последняя вилла я мечтала о ней вот самого плана поехать на бали ой я забыла это же реалити-шоу у меня в предыдущих сериях короче блогеры заселились и живут все вместе на вилле на бали все вообще суть этих влогов было далеко не в этом и мне кажется что вы это поняли судя по комментариям а если вы еще не смотрели то последние два влога вас ждут там очень хорошо а теперь давайте давайте так давайте посмотрим когда я снимала нашу поездку на бали понятия не имела что мне на монтаже захочется разнообразия и я решу что это не влог а вилла контента так что давайте сегодня пытаюсь понять норм ли как он лук так вот сегодня короче настраивайтесь на волну старых добрых влогов наливайте себе чаек и я вообще после этого видео уйду в небольшой отпуск поэтому это в какой-то степени последний надолго наверно влог а потому что потом я хочу вернуться с надеюсь новыми выпусками decoders а может с чем черт не шутит хороших новостей так что последний влог еще немножко тропической жизни огромный паук не здесь смысле там просто гигантский и получается последняя вилла контента как эстетично все у нас вещи висят на улице поэтому я сегодня вот этот вот карбинезон так с вешалки забираю из него муравьи так это одно из самых красивых мест где жила и хочется каждый кусочек здесь запомнить оценить и себе домой забрать это торже у нас пять дней осталось скажи что-то воодушевляющее себе очень хорошо а один можно показать тебе вопрос который будет волновать всех людей как ты нашел эту виллу открыл airbnb сколько она стоила ну правда я не знаю на получается 4 домика на 4 домика на 7 дней получается что человек вот в домике платил восемь с половиной тысяч рублей в день у меня столько стоил отель в иркутске на пересадке при всем уважении к отелю пегас но иногда то что кажется очень дорогим нужно как-то поделить на части просто и станет веселей особенно если другие части оплачивают твои друзья ну короче я просто очень рада что спонсор этого выпуска яндекс сплит это сервис для оплаты покупок частями например ты видишь просто на яндекс маркете какую-то вещь которая тебе нужна но кажется дороговатый мне например нужно поменять стиральную машинку она стала больше чем я это сильно и это достаточно дорого поэтому я плачу просто сразу только четверть цены а остальное равными частями раз в две недели и просто большие покупки типа там телефона наушников какой-то электроники бытовой техники в дом станут не такими напряженными надо как-то чутка уменьшать количество стресса нашей жизни поэтому давайте-ка начинаем ся на виллу это мы репетируем мы куда что то там в Тульстан у нас будет what's up what's up добро пожаловать can't keep you waiting делай делай Дельфин, дельфин, дельфин! А у тебя бро, малышка? Двенадцать, двадцать, четырнадцать. 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 Нам нужен майот, который будет петь. Он ушёл. Чё, вам нужно петь. Ты не знаешь эту песню, да? Так, Тима завтра, оказывается, идёт не в садик, а в джунгли. Что это значит? Ещё раз можно? Это значит, что ты выбрасываешь ребёнка в джунглях, и взбираешь через пять часов, и он выживет или нет. Такой балийский прикол, здесь все так делают. Ну, на самом деле, это просто такой садик. Там навесные домики, зайчики живут, батуты. Там всё, в общем, на приходе. А группа постарше играет с кисками? Прости. Прости. И снова проектор. Ты заказывал? Ты заказывал? Я не заказывал. У нас даже прийти были в десять утра в сантиметре. Всё, что ты говоришь, выглядит как будто это комаре. Музыка залезёт. Музыка залезёт. Музыка залезёт завтраки. Всё. Я был голодный дошёл. На моём дне рождения произошёл такой разговор с Петей Плотковым, который тоже здесь, на Бали, давно уже. Что он хочет попробовать оживить канал снова. Давно, год уже ничего туда не снимал. И последнее видео, которое было там, он уехал с приступом боли в почках больницы, и выпуск доводила я. И поэтому он такой, блин, надо снять с тобой выпуск и вернуться на канал. И сейчас мы выезжаем к Петю Плоткову. Оказалось, что это полтора часа туда ехать надо, и я опаздываю уже сильно. Итак. Мы едем в бар, который открыл на Бали Петя Плотков. Он здесь с февраля, меньше года. Человек от Крилл Бара, но там Мишленовский повар. Какой-то очень фьюзипёрстовый бармен. 10 метров. Ага, спасибо. Как вы думаете? Какой ты спортив. А что, вы снимаете видео? Да. Как ты думаешь, почему это всё первое? Потому что я сюда ехал под дождём, и я решил просто не переодеваться и вот так вот приехать. Но у меня бы есть что-то не ест, но если всё приедет, то для солнца. Естественно, это не так выглядит в ресторанке. Аккуратненько, аккуратненько. Привет. 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 Я не спал. Буду очень часто заговорить о глупых, очень сильно часто. Я реально спал 3 часа сегодня, вчера пока ужасно. Потому что мне надо было демонтировать выпуск с Селены Диановой, дописать сценарий для Серёжи Орлова и закрыть ресторан самому. Ещё пришли очень много уважаемых людей, которые остались тут в сумочке. Жируешь на Бали тут, короче, отдыхаешь. Пиздец, конечно. У вас через сколько выход на площадку? Чего? У меня выход на площадку. У меня выход через 5, я думаю. Когда у вас в последний раз был секс? Без рубашки лучше. Без рубашки лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А наверно мотор? Всем привет. С вами Петя Плосков. Это Петя любит выпить. Здесь очень жарко. Точку не поставил. Черт, у нас ша-ша-ша. Привет. Лев! Понимаешь, что круг замкнулся. Вы не снимаете ничего сейчас, случайно? Как тебе первая часть съемки? Петя неоскромный. Ну просто еще из-за того, что мы знакомы хорошо. Да. Ну не поэтому, наверное. У меня сейчас просто стало жестче. Год меня очень сильно изменил. У меня какие-то поменялись приоритеты. Я понимаю, что мы вообще живем. Я не сцельный кризис пережил. У меня с собой депрессия жесткая. Вообще не уходило. Почему мы это не обсуждаем, боже? Потому что я не у тебя на интервью. А не я у тебя на интервью, а ты у меня. Сейчас уже ты у меня. Нет. Почему ты у меня не думаешь? Ты уже на баре? На баре, конечно. 28-го вылетел. Ты переосознавывал себя? Да. Вот, и сейчас я понял, ценности поменялись очень сильно. Я не понимаю, зачем делать что-то. Если я пригласил тебя, давай поговорим о чем-то важном. Или о четком, или углубимся в тему. То есть смысл вот этого вот говно по вентилятору. Мне так кажется. Да, правда. Ну, тогда давай продолжай. Давай продолжай. Давай продолжай. Этот выпуск уже, конечно, на канале Пети. Достаточно давно. Петя уже вообще сам в Лос-Анджелесе. Я в Москве. Я уже за это время успела съездить в Грузию четыре раза. Сейчас уже вообще достаточно сложно понять, кто где находится. И на этот вопрос не ответят два ГИС. Но зато, когда я в Москве или в Нижнем Новгороде, два ГИС ответят на все мои вопросы о том, что где находится. И как туда пройти. Круглосуточный супермаркет направо через 200 метров. Где поработать с ноутбуком? Вот, пожалуйста, список. Суперметалл, Блум энд Брю, все такое. Там можно даже посмотреть места, в которых были ваши друзья и рекомендуют их. Для этого нужно синхронизировать два ГИС с телефона и книгой, и вы увидите все рекомендации и отзывы ваших друзей. Ну и, наконец, ваши любимые локации можно сохранить в избранное. И не надо будет их искать по скринам в галерее, каким-то чатам. Все будет в одном месте с часами их работы, контактами и меню. Нравится? Нравится. А пока я хочу сделать поворот обратно налево 200 метров и вернуться на нашу виллу. Потому что я очень много показываю, как там красиво и восхитительно живется. Но давайте я покажу жизнь в таком месте чуть более честно. Не знаю, бывало ли у вас такое. А у нас в душе дождь. В ванной в целом уже есть немного дождевой воды, можно поднимать. Да, это правда забавная, потому что я не хочу идти в душ, потому что там дождь. Мокрый, идти. Понимаете, я вот так вот выхожу и все, мокро не хочется. Еще из утренних наблюдений у меня на заряднике от компьютера Паук сидит. Он в целом заряжен. И у них сейчас в канализации припугал всегда баран. Можно, пожалуйста, сюда это показать? Да, вот. Это жесть полная. Он, я иду ночью, блядь, сосон не открываю. Он говорит, ёб твою мать. А давай, блядь, сидит. Ну, типа, огромный вот этот баран. Почему он может меня не поймать? Почему ты не хочешь вылезти? Алиса, почему он не хочет вылезти? Он говорит, завтракать едем? Да, на рубляке? Я сразу объясню. Я, как там это называется? Что-то агрофоб. Короче, я очень боюсь насекомых. И я даже об этом предупреждала Диму заранее. На берегу! Что меня на Бали будет очень сильно крыть от каждого жучка. И мне нужна будет прям психологическая помощь и поддержка. И в итоге, знаете, что мне помогло внезапно? Мы посмотрели аватар на проекторе. А там же вот это вот всё единение с природой. Мы все часть единого целого. Там вот эта вот медуза. Мой брат. И я просто после того, как фильм закончился, зашла в ванну. А там гусеница ползет. Такая... И мне как-то стало прям сильно легче ощутить себя вместе. Вот со всеми этими видами жизни, пока не настал тот день. И так, новый природ жизни в этой памяти. Это самый большой паук, который я когда-либо видел. Не бойся. Просто вот он там закрепляется, спускается вот так вот сюда. И тебе... Или скорее тебе. В лучшем случае. Или скорее тебе. В лучшем случае. И тебе в лучшем случае. Тебе. А в лучшем случае мне. Ну а что он сделает-то? Он не хочет. На Бали нет ядовитых для человекков. Я не буду вас трогать. Я не хочу никакого вреда ни к этим людям. Я просто хочу есть мух. И все. Дети хреневым не нужны. Можно я их съем всех. Вы выяснили, что только черная вдова опасна. Ноги абсолютно такие же. Поехали. Хозяину сказать об этом. Здорово, что ты на видео этот мужчине записываешь. Что тебе серьезно, что ты тревожишься. И ты это вот так делаешь. Нам кажется надо хозяина написать. Иначе мы... Можем умирать. Давай тогда я киноэффектов добавлю. Она боялась куку. Но они... Не боялись оказаться в ее комнате. ТЕР В. ПОРТЕЛ Bam Покажи, он сможет крыщи. Слушай, ну это не нормально правда. У нас не должен быть человек, который нам кажется их давитым. В спальне. Мы хотели домашнее животное же. черная иди к своему супругу чтобы решить эту проблему дима вышел боже у нас тяжелый артиллер едят хочется посмотреть на спайдера ну и вон идти бы сейчас еще да у нас комнате был ядовитый паук может типа если нет что он не смертельный ядовитый да он был ядовитый серьезно он был ядовитый паук у нас в комнате как быстро ты отвлекся от того что у нас об остальном нам жилось очень комфортно уровень жизни на вилле дошел до того что егор бублик открывший знаменитые салоны в москве бог крышка в трусах понимаешь на простыночке обожаю буримого пытается сделать астетикс а что нет может я как-то сяру ровно что-нибудь что есть напрягу но почему-то очень сразу красиво становится когда ты начинаешь фотографировать и вот кстати вы меня спросите таня вот ты была на бали целый месяц ты хоть раз вообще искупалась в океане это будет справедливый вопрос потому что да один раз и знаете почему это очень сложно я вам сейчас покажу ты наслаждаешься наслаждайся и воскресный гена который бегает по волнам ныряет радуется и делает без единого зума вообще человек ходит по песку а 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 я очень долго это рисовала потому что это ли не девиз жизни вообще у тебя есть только один закат в день и нужно посмотреть этот закат нужно ценить этот закат и этот день и наверное про это и были все эти три серии пожалуй это и есть главное что я хотела сказать так где мы мы приехали в храм но он есть и на территории храма живут обезьяны примерно 500 штук так что если они снимают мои очки, то у вас есть что? да, я должен оставить их в центре я надеюсь, что нет а вот и они пошел куда-то где ты? ага все в порядке все в порядке когда это обвалится интересно? я в порядке а надеюсь, что не сейчас как моя бабуля переживает у тебя по идее нам вот туда попройти о, да, это босс ну он прям босс такая милая особенность что наш гид не может пойти с нами на продолжение экскурсии потому что у нее месячная и она не может заходить во храм в этом случае... ауу! храм считается одним из храмов Каниллепян 6 дней мира и посвящен Сангхэн Гэди Ваасе в его появлении в России . . . . . Где твои очки? Нет, нет, но это не хорошо для муки. Ну, все хорошо. Нет? Нет, нет, нет. Окей, просто иди. О, мой Бог. Нет, 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 нет. Мордышка к старости слаба глазами стала. А у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. То их на хвост нанижит, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Дайте мне веревку и топор для рук и мяса. Дома есть у каждого. Так, попробуем пешком. Сегодня у меня последний день на Бали. Завтра улетаю. Поэтому мы решили, что сегодня будет день свиданий. Идим и сегодня весь день я возят по красивым местам. И свидания. Куда идем? Куда? Куда? Идем WiFi. Ох! Холодарко. Телепаху визу огромную. Слушай, это правда акула. Месяц набрали просто. Я не знаю. Я не знаю. Может быть нам просто здесь остаться навсегда. Они не найдут и не узнают нас. Даже не видно, даже не слышно. Ветер у нас украл вина. Хочешь, я применю в куртке и джинсах Самых високих скал. Самых високих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok